В правительстве области сегодня вручили подарки детям, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. С ребятами пообщались представители администрации губернатора региона, Федерального благотворительного фонда «Защитник счастья» и команды по ралли-рейдам «Новгород Автоспорт». Фонд «Защитник счастья» был создан пять лет назад. Его основная задача – оказывать помощь детям, чьи родители погибли при исполнении служебного долга. Сотрудники фонда ведут свою работу на территории всей страны и даже за ее пределами. На мероприятии присутствовали вице-президенты фонда Александр Кумохин и известный гонщик Антон Мельников. Капитан команды «Новгород Автоспорт» рассказал, как появилась благотворительная организация. Фонд начинался с помощью детям сотрудников «Альфа» и «Вымпела», а потом уже охватил все структуры МЧС, МВД, Следственный комитет и Росгвардия. Родители присутствующих на встрече ребят погибли при разных обстоятельствах. Кто-то во время проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе, а кто-то при задержании преступников. На мероприятии выступили представители региональной власти. Заместитель руководителя администрации губернатора Игорь Верходанов напомнил о крупнейших военных конфликтах прошедших лет и о героях, отдавших свои жизни за благополучие нашей страны. И сегодня мы вспоминаем этих героев, так же вспоминаем, как и ваших отцов, которые стали достойными преемниками этой славы. Славы наших предков, которые создавали это государство, которые бережно передавали своим наследникам, зная, что отечество будет всегда защищено. Детям вручили цветы и подарки от фонда «Защитник счастья», среди которых главные атрибуты любого современного подростка – смартфоны. После официальной встречи состоялось дружеское чаепитие, где ребята смогли познакомиться и пообщаться с известным гонщиком в непринужденной обстановке.